Сколько зарабатывал врач или дворник в 1897 году? Какая цена была на продукты? Что можно было купить на золотые 5 рублей? В чем особенность монеты именно этого года? Это канал Фартовый Коллекционер. Интересны и необычные факты о монетах и антикварных вещах. Обязательно подпишитесь на канал, так как тут регулярно проходят розыгрыши монет и денег среди подписчиков. И в конце видео мы подведем итоги как раз такого конкурса. Сегодня у нас на обзоре оригинальные золотые 5 рублей. В 1897 году после трехлетнего перерыва в Российской империи началась чеканка золотых монет нового типа, по новой стопе и в новом весе. Это было обусловлено введением знаменитого золотого стандарта ВИТЭ, согласно которому каждый рубль был гарантированно подкреплен чистым золотом. Вы видите самый популярный и массовый номинал 5 рублей 900 пробы весом 6,45 грамма. Эта монета после реформы превратилась в 5 рублей 900 пробы, но уже весом в 4,3 грамма. Вот так выглядит дореформенный 5-рублевик на сайте Виолити. А вот эта монетка, которая у нас на обзоре. Если вы хотите что-то приобрести к себе в коллекцию, то ссылку на соответствующий раздел я оставлю в описании. Как мы видим, данный экземпляр находится в прекрасном коллекционном состоянии, что конечно же видно по рельефу и деталям портрета императора и гербам на Орле. Золото вообще не отличается особой стойкостью к механическим воздействиям. Монеты из этого металла, побывавшие в интенсивном обращении, быстро утрачивают резкость и детализацию мелких рисунков. А данный 5-рублевик сохранил в первозданном виде абсолютно все. Даже самые мельчайшие нюансы изображения, что встречается не так уж часто. По деталям этой монеты немного дальше видео, а сейчас перейдем к ценам. Поставьте на паузу и напишите в комментариях свое предположение, что можно было купить тогда на такие золотые 5 рублей. Нельзя сказать, что золотые 5 рублей на тот момент были какой-то слишком огромной баснословной суммой. Но так или иначе, это были довольно серьезные и немалые деньги. Судите сами. В эпоху царствования Николая II зарплата фельдшера составляла в среднем 40 рублей. Ну, на современные деньги около 1000 долларов. Зарплата неквалифицированных рабочих, кухарок, дворников колебалась от 8 до 20 рублей. Это примерно 200-500 долларов, как на сейчас. Чиновник среднего класса имел жалование 60-70 рублей. А учителя школ и гимназий получали в среднем 25-35 рублей жалования. Основные продукты в среднем стоили так. Молоко 12-25 копеек за литр. Ржаная буханка 4 копейки. 1 килограмм говядины 30-40 копеек. 1 килограмм свинины 20-30 копеек. Ну, сырое яйцо от 1 до 2 копеек. За полушку 1 четвертая копейки можно было отведать уличного фастфуда в то время. Правда, весьма сомнительного происхождения и свежести. Между тем, хорошие и качественные сапоги стоили как раз 5 рублей. Летняя мужская обувь в районе 2 рублей. Костюм для выхода в общество имел ценник от 6 рублей. А добротное зимнее пальто стоило ну совсем уж огромных денег от 15 рублей выше. Давайте разберем эту монету. И начнем с Аверса. Кант окружности выполнен в виде зубчатой ленты. Легенда по кругу с учетом сокращений читается так. Божьей милостью Николай II император и самодержец Всероссийский. Основное пространство поля монеты занимает профильный портрет самого императора Николая II, обращенный влево. Автором портрета, как и впрочем всех портретов на монетах Николая II, выступил известный художник-скульптор Антон Федорович Васютинский, из-под чьей руки вышло огромное количество штемпелей, памятных монет и медалей, как Российской империи, так и Советского Союза. Кстати, родина Антона Федоровича – Могилев-Подольский, Украина. Начальное художественное образование он получил в Киевской рисовальной школе. Тем временем продолжим. И именно по этому портрету, такому характерному и замечательно сохранившемуся, мы с совершенной уверенностью можем сказать, что это монета именно царского чекана. Как, наверное, многие из вас знают, что в 20-х годах СССР массово чеканили золотую царскую монету, причем старыми, но восстановленными штемпелями, для погашения внешних международных долгов перед другими странами. Большая часть золотых пятерок и червонцев, продающихся сейчас на аукционах, нумизматических магазинах, лежащих в наших с вами коллекциях, это монеты именно советского чекана. В этом нет ничего страшного. Эти монеты нельзя назвать новоделами или рестрайками. Это абсолютно аутентичные пятерки и десятки, изготовленные старыми, родными инструментом на монетном дворе. Но вот штемпель именно с этим портретом, обозначенным в каталоге по золотым монетам Сидорова и Савина, под номером, который вы видите сейчас на своем экране, не участвовал в поздней советской чеканке, что позволяет утверждать, что данный экземпляр был изготовлен в том самом 1897 году. Делает эту монету еще более интересной для коллекционера, как с нумизматической, так и с исторической точки зрения. Переходим к реверсу. Аналогичную аверсу – зубчатая часть по окружности канта. Центральное пространство занимает главный символ империи – двухглавый орел, держащий в лапах скипетр и державу. Каждая голова орла увенчана малой короной, над которой в обрамлении орденской ленты святого апостола Андрея Первозванного возвышается большая императорская корона. Под орлом – надпись, выполненная стилизованным под старославянский шрифтом 5 рублей 1897 года. Рассмотрим гурт. Гурт монеты украшен вдавленным орнаментом и буквами АГ. Это знак Минцмейстера. Инициалы АГ принадлежат Аполлону Гразгофу, начальнику Санкт-Петербургского монетного двора в период 1883 по 1899 год. И исполнение знака АГ, вид букв, также указывает именно на царский чекан этой монеты. В период советской чеканки буквы имели несколько другую форму. Подобные монеты можно приобрести на Виолите. Ссылку на раздел я оставлю в описании. И давайте теперь перейдем к розыгрышу пополнения счета на сайте Виолити. Это будет проходить в онлайн, в прямой трансляции в Инстаграм. Поехали! Друзья, для участия в этом розыгрыше необходимо было подписаться на канал Виолити, оставить комментарий. И как только наберется 700 лайков, я разыграю данные деньги. 100, 150 и 200 гривен на счет на Виолите. Друзья, видим уже 1000 лайков, значит прямо сейчас несемся разыгрывать подарки. Для этого мы копируем нашу ссылочку на это видео. И будем проверять. Важно, чтобы люди были подписаны на оба канала. Вставляем наш сайт, в котором мы регулярно проводим розыгрыши Visa on Air. Тут мы сразу видим, что комментариев не так и много. Всего 346 комментариев тех, кто хотел бы участвовать. Видите, у кого каждого выбора. Кто хочет, тот участвует. Пожалуйста. Ну что ж, мы выбираем. Первый у нас участник. Мы разыграем 100 гривен пополнения счета бонусного на Виолите. Итак, у нас анализируются комментарии. Я надеюсь, будет сейчас все гладко. Все подписаны на мой канал, на канал Виолите. Подписки открыты, чтобы мы могли это, собственно, проверить. Ну, всем удачи. Итак, первый подписчик не подписан либо на меня, либо на Виолите. Не видим мы, к сожалению, ваши подписки. И, пожалуйста, проверьте настройки приватности или подпишитесь. Следующая часть. Также мы не видим. И Наталья написала вопрос, 92-го года стоит ли что-то монеты. Друзья, разные монеты могут стоить. Например, гривна металлическая 92-го года стоит довольно дорого. Так что обычные 50 копеек должны смотреть по разновидности. Давайте смотреть дальше. Следующий участник. Так же, так же, не список подписок скрыт. Мы не видим, что участник подписан ни на мой, ни на Виолите. Еще раз. Нет. Блин. Ребята, напишите в комментариях ваше мнение, что за проблем. Может быть, какая-то проблема со всем с этим сервисом? Ну, давайте попробуем еще раз. Нет. Проблем с сервисом нет. А тут подтверждено, что участник является подписчиком моего канала. Это подтвердил сервис. Так. Значит, тут вопрос. Ну, давайте посмотрим, Екатерина подписана ли на канал. Виолити выполнила ли она условия, которые важны были для участия. Это очень-очень важно быть подписчиком канала моего и канала Виолити. Я вижу, что тут много подписок. Давайте смотреть. Давайте смотреть, какие каналы тут у нас есть. Виже, вижу, много разных нумизматических каналов. Это замечательно. Плавка удовольствия есть. Отлично, отличный. Перекупщик, ребята из Харька. Вот видим мой канал, портовый коллекционер. Но где же Виолити? Монетомания. Отлично. Мой канал про денежное хобби. Ссылка на него, кстати, будет в описании. Канал Magic Money есть. И вот Виолити, друзья. Вот так нужно было выполнить условия. 100 гривен отправляются у нас первые участницы. Замечательно. Екатерина, я поздравляю вас от сердца. Не знаю. Да, да. Если есть участники, то есть. Первый участник у нас есть. Первое место. Дальше. Виолити, если да, то 150 гривен. На ваш счет, на покупки, на запуск, рекламы. Портурый коллекционер есть. А где же наш канал? Виолити. Монетомания. Молодец. Виолити. Ну, я знал. Я просто знал, что здесь вы победите. Потому что вы выполните все условия. Вот наши Виолити. 150 гривен на ваш счет. Напишите, пожалуйста, мне. Виолити. Я пополню. Итак, 150 гривен теперь. Финальный победитель у нас 200 гривен. Делайте все, как Валентина. Погнали. 200 гривен на счет на Виолити. Итак. Нравится розыгрыши, но никогда не выиграли. А сейчас мы узнаем. Выиграете вы в этом розыгрыше. Если вы выполнили условия, были внимательны, то, конечно же, подарок будет ваш. Важно было подписаться. Есть. Виолити есть. Вот этот канал. Замечательно. Я поздравляю 200 гривен. Вот человек пишет, что никогда ничего не выиграл. Пожалуйста, первый раз можно выиграть. Я стараюсь регулярно проводить эти розыгрыши. Почти в каждом видео есть какой-то розыгрыш. Ну что. Я поздравляю тебя. Напишите, пожалуйста, по-другому мне в инстаграм. Ссылочка будет в описании. 100-150-200 гривен. Ну что. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok